В продолжение того, что Таня сказала по поводу стрелковой базы «Динамо», если это действительно будет так, это действительно будет база для подготовки каких-то сил, а еще, не дай бог, база НАТО, то, естественно, такая база является угрозой, в первую очередь, Кишинева. Угрозой тем же властям, которые сами эту базу строят, они не понимают, что существует такое понятие, как ядерное тактическое оружие, которым может быть эта база уничтожена. Да, там будет уничтожен всего лишь один квартал, но вы извините, один квартал в Кишиневе, даже если это не ядерное оружие. Вы посмотрите, сравните Кишинев, допустим, с любым сирийским городом, посмотрите, что там происходит. И что могут с нашим городом сделать. Должны ли мы допустить это? Должны ли мы допустить, чтобы без нашего решения граждан, без решения, значит, гаражам Кишинева, значит, принимались такие вопросы? Нет, конечно, не должны. Власти должны четко и ясно объяснить нам, на каком основании действительно в зеленой зоне строится такая база. Что будет там построено? Какие гарантии безопасности горожан? Того, что там не будет что-то от необычного? Если там будет просто стрелковый тир, зачем его строить 4 года? Что там такое будет необычного, что нужно 4 года строить и вкладывать туда наши народные деньги? Эти деньги не будут кто-то давать. Это будет взято из нашего бюджета, опять же, без каких-либо оснований, как и тот миллиард, который был у нас украден и так далее. Я не вижу никаких каких-то оснований именно в городе что-то строить. Что здесь, это самое, помазано, значит, для военных, чтобы они здесь грелись в Кишиневе? Постройте где-нибудь, значит, на пустом месте, постройте где-нибудь в степях, там, где нету ничего, не растет и так далее. Облагородьте, озелените, построите себе зеленую зону и тренируйтесь там. Зачем нам портить и так изувеченный, искалеченный город?